ОПИСАНИЕ ПРЕСТАВЛЕННЫХ ТОМОГРАММ ПАЦИЕНТКИ 1954 ГОДО РОЖДЕНИЯ 25.05.2019 Область исследования КТ брюшной полости с контрастированием. На серии МСКТ органы брюшной полости из-за брюшинного пространства с пероральным контрастированием. В легких, на уровне сканирования очаговое и инфильтративное изменение не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. Печень. КК РПД 157 мм. КК РЛД 99 мм. Контуры четкие и несколько неровные. Нативная плотность крайне неоднородна. Плюс 12, плюс 96 хаунсфилда. При введении контраста выраженная артериальная гиперфузия. Повышенное накопление контраста сегментов C8 размером 63 на 65 на 67 мм и C2 размером 75 на 40 мм. До плюс 136, плюс 173 хаунсфилда в артериальную фазу. В нормально кровоснабжаемых участках плотность. В артериальную фазу не превышает плюс 70, плюс 80 хаунсфилда. Венозную фазу плотность в C8, плюс 140, плюс 170 хаунсфилда. В C2 до плюс 135 хаунсфилда. Кроме того, выявлены многочисленные участки гиперфузии размером до 21 на 16 мм. Также выявлены боли желчные протоки несколько расширены. Портальная вена до 15 мм. Затем, при увеличении образования поджелудочной железы, ее диаметр снижается до 3-4 мм на протяжении примерно 30 мм. Нельзя исключить ее тромбоз, кроме стеноза. Селезеночная вена до 6 мм. Желчный пузырь 113 х 47 на 53 мм. Стенки его тонкие, до 2,5 мм. В рентгеноконтрастные конкременты не определяются. В Халидох на всем протяжении расширен до 13 мм, в его просвете конкременты не выявлены. Селезенка не увеличена в 95 на 48 мм, с четкими ровными контурами без РЖ контрастных очагов. Поджелудочная железа размером 33-23-18, с четкими контурами. Паренхима выражена неоднородно. Нативная плотность плюс 28, плюс 37 хаунсфилда. Версунгов проток не расширен. Пара панкреатийская клетчатка фиброзно изменена. В артериальную фазу сканирования на границе головки и тела выявлено гиперваскулярное образование размером 53 на 28 на 45 хаунсфилда. Нативная плотность до плюс 40 хаунсфилда. Венозную фазу плюс 140, плюс 150 хаунсфилда. Надпочечники не увеличены, обычная структура. Почки не увеличены, паренхима однородна. Чачная лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структурны. Дентгеноконтрастные конкременты не определяются. В паренхиме левой почки киста 8 на 5 мм. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. По задней поверхности тела L2 выявлен участок разрежения, деструкции, размером 8 на 10 мм с ровным нечетким контуром. КТ-картина образования ганстринома поджелудочной железы с вовлечением в процесс портальной вены, формированием ее стеноза, тромбоза, осложнившейся артериальной гиперфузии печени в сегментах C8-C2. Выражены диффузные изменения ткани печени. КТ-признаки бильярдной и портальной гипертензии. Холидокоэкстазия. Фисталиевые почки босниак-1. Участок разрежения деструкции тела L2. Рекомендовано ФГДС МРТ поясничного отдела позвоночника с контрастом для уточнения характера изменений тела L2. Консультация терапевта-онколога. Ответы пациенту по КТ брюшной полости с контрастированием. Ситуация у вас непростая, вам необходимо дообследоваться в первую очередь делать ФГДС и с ее результатами КТ обратиться к онкологу. Сложность ситуации в первую очередь вызвана с давлением опухолью портальной вены. Из печени кровь оттекать полноценно не может, от этого вы и более можете чувствовать и тяжесть в боку. Кроме портальной вены опухоль сдавливает и желчные протоки, вызывая нарушение оттока желчки и желтух. В такой ситуации иногда ставят стенты в холидок, чтобы нормализовать отток желчки. Спасибо вам большое! Насколько я понял, с его документа и комментарии сказать на 100% что это рак нет возможности и необходимо дообследование, которое по-видимому тоже не внесет полной ясности. Маме хотят делать химиотерапию, а насколько я понимаю, она делается только тогда, когда есть полная уверенность, что это рак. Не совсем так. Совершенно точно видна опухоль поджелудочной железы, которая по сути и есть рак. Гистологически это может быть гастронома, аденокартинома, но по факту это все равно рак. Компрессия портальной вены подтверждает злокачественность опухоли поджелудочной железы. ФГДС, МРТ это второстепенное исследование, которое покажет распространенность процесса, но принципиально ничего не изменит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова